Тем временем на Донбассе восстанавливают разрушенную инфраструктуру. Школьное перемирие вполне можно назвать ремонтным. На фронте сейчас действительно стреляют меньше. Конечно же, противник постоянно провоцируют. Открывают огонь и по нашим позициям, особенно горячо возле Авдеевки и Марьинки. Но массированных атак нет. А значит, появилась возможность немного отремонтировать разрушенное. Ну, правда, ремонтные работы больше напоминают военные операции. Одну из них видел и наш Геннадий Вивденко. Что происходит на передовой и в прифронтовых городах в его материале? По всей линии фронта сейчас неспокойно. В Авдеевке погиб украинский боец. Первый по официальным данным после начала школьного перемирия. Кажется, противник играет в поддавки. Ночью враг под Авдеевкой провоцирует и ждет ответного огня. В целом оккупанты, можно сказать, придерживаются школьного перемирия. Ночью автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы или стрелковое вооружение. Но бойцы на фронте считают, что это практически тишина. Встреливают нас в автомате. Ну, не знаю, это мы же с ПКМ. Вот так. Ну, мы, звичайно, в готове, завжди приняты били. Мы ведем сразу жесткую висичь. Бойцы под Маринкой во всей готовности ждут обстрелов в любой момент, несмотря на затишье. Уверяют, в рядах оккупантов смятение. Ослабление противника связано с тем, что у них творится там в их рядах. Потому что если, ну, просто взять, зайти в соцсети, там, в интернет и посмотреть, что они сами о себе пишут. Демотивированы. Да, они достаточно демотивированно относятся к тому, что сейчас происходит. Их там всякие всевозможные посты о том, что они хотят изменить что-то там, типа, у себя. Но у них не получается, и у них опускаются руки. Эти гусеницы едут по улицам Краматорска. Но это не танки и БМП, а огромный ремонтный агрегат, дорожная фреза. На украинской стороне рук не опускают, и перемирие используют для восстановления разрушенных дорог. Работы хватает. Работы много делается, мотягонько. И Краматорск, и Славянск, ну и такие города всякие. Всего понемногу. На донбасские трассы выделяют миллионы государственных гривен. Частично восстановлена дорога Славянск-Бахмут, Краматорск-Покровск. Свежий асфальт появляется и на центральных улицах крупных прифронтовых городов. Дороги нужно ремонтировать. Когда это в последний раз делалось? Очень давно. Это фронтовой Торецк. Ремонтники уже неделю тут работают. Чинят ключевой водопровод, который идет из оккупированной Горловки. И сейчас готовятся к выезду. Наград не ждут. А вы непосмертны? Нет. Тву-тву-тву. Как там, не боитесь ехать на ту сторону? А что бояться? Красный Крест. Саперы впереди. Так что там боятся? Не первый раз. Анатолий Степанович который раз латает в адмагистраль после обстрелов боевиков. Кувалдометром работаете? Конечно. Ну конечно. Без этого вы не забьете. Отверстие не забьешь без кувалдометра. В ремонтной группе и представители международных организаций и саперы. Это серая зона. Вы будете работать практически вот так вот недалеко от саперов. С вами Красный Крест сегодня. Завтра еще будет наглядовая миссия ООН. У БСЕ там стоят. Ну как бы они тут для красоты. Красный Крест. Вот старший. Да. Вот старший он. У нас попросили это присутствовать здесь. Ну как нейтральная организация. Чтобы... Я не знаю. Это как учитель в классе. Все дети ведут себя хорошо. Бригаду прикрывают соседней высоты опытные военные. Мысль только одна. Территория наша. Мы почему-то просим. Поэтому нужно возвращаться на свои места. На законные свои места. Мы дома. И мы защищаем свою страну, к сожалению, от противника, который на нашей земле и ставят диктует нам условия. Но все изменится. Будем не давать мы свои условия на своей стране. За неделю работ в Торецк уже полностью возобновили довоенный объем подачи воды. Угрозы гуманитарной катастрофы уже нет. Но нужно заменить почти полкилометра прогнившего трубопровода накануне зимы. Для полноценного отопления города. А для этого нужен месяц тишины. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Сергей Байдала. Подробности недели телеканал Интер из Донецкой области.